КИПР Владимир Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы начать наш разговор с ситуацией на Кипре, которой приковно огромное внимание по всему миру, и хотелось бы в первую очередь услышать вашу оценку происходящего и возможные варианты развития событий. Но специфика кипрской экономики такова, что в этой стране финансовый именно сектор, он, наверное, больше в пропорциональном отношении, чем во многих других странах. Кипр не первая страна из членов Еврозоны, которая оказалась в таком сложном положении. Это уже пятое было обращение за помощью к Евросоюзу. Однако впервые тройка в составе Еврокомиссии Европейского Центробанка и МВФ вот такой вот рецепт, такой, как говорится, стрижки по-живому предложила киприотам. С чем это может быть связано? Откуда такая позиция Европы довольно спорная, прямо скажем? Спорная, ну, наверное, в эпоху кризиса трудно экономике, в которой объем банковских активов в 8 раз превышает объем ВВП страны. Кипр превратился, был превращен, в общем, целенаправленной политикой прежних правительств в международный финансовый центр, что обеспечило достаточно высокий уровень процветания наряду с сельским хозяйством и туризмом, разумеется. Естественным последствием этого превращения в финансовый центр явилась большая степень зависимости от финансовых институтов других стран. В первую очередь, Греции, по понятным причинам. Поэтому, пока в Греции все было нормально, то и на Кипре хорошо жили. А как в Греции банки стали закрываться, по известным причинам, то, естественно, эффект был и на Кипре. Но в Греции никто не предлагал отнимать часть вкладов у населения. Вот в этом и есть разница. Зачем это было сделано, предстоит еще разобраться. Если Кипр был использован, как говорится, в качестве пилотного проекта, площадки для пилотного проекта, то, я думаю, результат вчерашнего голосования в Палате представителей, где ни один из депутатов не поддержал это решение. Это достаточно мощный сигнал тем, кто мог бы попробовать повторить этот опыт на других странах еврозоны. А угроза эффекта домино, она, конечно, всегда присутствовала, она и продолжает присутствовать в еврозоне. Это одна из проблем, которые изначально при создании еврозоны, введении единой валюты европейской, это такая бомба с часами механизма была заложена. То есть, создав единую валюту, фискальную политику оставили в национальном ведении. Вот на сегодняшний день 17 стран еврозоны, 17 фискальных политик, ну, по крайней мере, до последнего периода, и единая валюта. Насколько я понимаю, сейчас ЕС очень ревностно относится даже не к попыткам помочь Кипру, а к разговорам о том, что такие попытки могут быть. Не получится ли, что шаги со стороны Москвы, в том числе, вообще будут блокированы и не дадут нам защитить интересы наших же граждан? Ну, я думаю, что этого не произойдет. Вы знаете, что, и телезрители знают, что в 2011 году Россия удовлетворила просьбу тогдашнего кипрского правительства и предоставила кредит на 2,5 миллиарда евро. Это было задолго до того, как Кипр был вынужден обратиться за помощью к Евросоюзу. Поэтому на тот момент никаких препятствий никто и не мог выдвинуть. Хотя та договоренность двусторонняя, она тоже не всем понравилась. После этого Кипр, тем не менее, был вынужден обратиться за помощью к Евросоюзу. И с этого момента, с момента этой договоренности, естественно, свобода маневра кипрского правительства, будь то предыдущего во главе с левыми, либо нынешнего правоцентрического, свобода маневра была ограничена. В этой ситуации, изменившейся ситуации, российская сторона предложила действовать совместно. Мы не отрицали возможности обсуждения вариантов дальнейшего содействия выходу Кипра из этой спирали финансового кризиса, но с совместными ущельями с Евросоюзом. Именно так вопрос составился. Поэтому сейчас, когда мы увидели, что решение Еврогруппа приняла в одностороннем порядке, не информировав и не проконсультировавшись с нами, естественно, это и породило определенные вопросы у российской стороны. Владимир Алексеевич, давайте поговорим о визах, вопросах, которые волнуют, если не всех, то очень многих. Как продвигаются переговоры по этому вопросу? На каком этапе находятся? Ну, во-первых, переговорных процессов два. Они идут параллельно. Они идут, в общем, в одном направлении. Но это, тем не менее, два раздельных процесса. Один процесс – это процесс дальнейшей визовой либерализации, то есть расширение практики выдачи многократных виз, расширение практики обработки визовых обращений в упрощенном порядке, расширение категории тех, кто сможет визу получать бесплатно и так далее. А второй процесс – первый процесс – это адаптация ныне действующего соглашения 2006 года о визовых упрощениях. Ну, я приведу пример, например, близкий, наверное, в первую очередь вам, как журналисту. Так. В соглашении 2006 года было предусмотрено упрощенная обработка визовых обращений журналистов. Но о техническом персонале, скажем, съемочной группы телевидения речи не было, она не покрывалась, что, естественно, на практике создавало проблемы. Сейчас в проекте нового соглашения эти вопросы отрегулированы. Что мешает его принять? Оставался один вопрос о безвизовом режиме для обладателей служебных паспортов. До последнего времени настрой среди стран-членов Евросоюза, а это политическое решение, был не в пользу положительного исхода. И лишь совсем недавно соотношение сил изменилось, и сторонники положительного решения этого вопроса получили квалифицированные большинство в Совете Евросоюза. Это еще не неокончательный итог. Я бы так сказал, что процесс переговоров разблокирован. Поэтому я рассчитываю, что в ближайшие месяцы этот вопрос все-таки мы доведем до конца. А второй... Увязывать два этих вопроса нельзя отдельно принять упрощение визового режима для всех граждан, а потом уже вести речь о служебных паспортах, чиновников и так далее. Ну, во-первых, упрощение визового режима не для всех граждан, а для отдельных категорий. Причем не граждан, отдельной категории обращений. То есть один и тот же человек, если он едет в составе официальной делегации, у него одна процедура, если он едет учиться, другая процедура, если он едет, не дай бог, лечиться, третья, а если он едет как турист, то он в общем порядке оформляет визу. Когда мы начинали эти переговоры несколько лет назад, мы изначально сформулировали вот те моменты, которые мы хотели бы видеть отраженными в новом соглашении. Нам Евросоюз сказал, да у нас нет такой практики по служебным паспортам, мы не хотим создавать прецеденты. Ну, в общем, мы эту позицию приняли, из этого исходили, пока мы не узнали, что с Украины, а затем с Молдавии, профировано, а потом подписано соглашение, где безвизовый режим по служебным паспортам включен. На наш резонный вопрос, а как же быть с прецедентом? Нам говорят, так Украина это не прецедент. Почему? Россия прецедент, Украина не прецедент. Вот тут нам стало обидно за Украину. Поэтому мы, естественно, стали настаивать. Но это я говорил о первом треке, о визовых упрощениях. Второй трек направлен на полную отмену виз. Так, у нас есть согласованный документ, совместные шаги по переходу к безвизовому режиму. А говорю сразу, речь идет о краткосрочных поездках. Речь не идет о том, что гражданин Российской Федерации может просто переселиться в Евросоюз, на общих основаниях получить работу, пользоваться социальными какими-то благами, медицинским, обслуживанием и так далее. Нет, речь идет о краткосрочных поездках. На какое время? До полугода? На срок до трех месяцев в течение полугода, в том числе многократных. Совместные шаги – это довольно объемистый документ, который недавно был официально публикован, есть на сайте МИДа России. Мы их постепенно выполняем. стороны обмениваются визитами специальных инспекционных миссий по разным элементам этих совместных шагов. Но мы рассчитываем, что где-то условно до конца этого года обмен визитами будет завершен, и мы констатируем, что совместные шаги выполнены. И тут настанет момент истины, момент принятия политического решения для начала непосредственно уже переговоров по тексту безвизового соглашения. Для этого потребуется политическая воля. За политическую волю российской стороны я спокоен. А что касается Евросоюза, то, конечно, действительно, это будет первый из моментов истины. Второй будет, когда соглашение будет готово, его надо будет подписывать. И третий, естественно, когда его предстоит ратифицировать. Давайте поговорим еще о бизнес-контактах России и ЕС. Я, насколько понимаю, на встрече Еврокомиссии с правительством России в Москве, будет в том числе обсуждаться и энергетика. И третий энергопакет, который не очень выгоден нашим энергетическим компаниям. Скажите, тут Европа готова на какие-то компромиссы? Энергетика это, в общем, очень важный компонент российско-ЕСовского партнерства. И не случайно первым из наших теперь уже полутора десятка секторальных диалогов был энергодиалог. Он был запущен в 2000-м году по инициативе тогдашнего председателя Еврокомиссии Романа Проги. И с тех пор, надо сказать, наработал довольно много договоренностей и документов и так далее. Но третий энергопакет не был продуктом нашего энергодиалога. Это было одностороннее решение Евросоюза, которое обрело силу закона в Евросоюзе. Ну, я считаю, что наш президент дал ему исчерпывающую характеристику, назвав вредным документом. Мысля реалистична. Мы, конечно, не ждем, что Евросоюз ради нас или кого-либо еще этот третий энергопакет отменит. Однако мы работаем над тем, чтобы минимизировать негативные последствия действия этого энергопакета для российских интересов. Ну, подытоживая нашу беседу, как вам кажется, на фоне всех вот этих разногласий, противоречий, споров, где-то даже конфликтов, не кажется ли вам, что вообще отношение России и ЕС, если не находится в кризисе, то, по крайней мере, наступило некое разочарование? Я думаю, что, поскольку не было большого очарования, то и для разочарования повода нет. Вообще, я всегда сам придерживался и другим советовал с такой позиции в отношении Евросоюза избегать крайностей, не демонизировать и не фетишизировать. Евросоюз сложный партнер. Эту точку зрения разделяют все, кто с ним имеет дело. Спросите американцев, спросите китайцев, спросите японцев, да кого угодно. Никто вам не скажет, что с Евросоюзом легко иметь дело. Поэтому меня иногда спрашивают, нуждаются ли отношения России и Евросоюза в перезагрузке. Я говорю, нам нужна не кнопка перезагрузки, а педаль акселератора. Нужно ускориться. Нужно ускорить, нужно активизировать, чтобы продираясь сквозь заросли чаще бюрократических процедур на обеих сторонах, давайте называть вещи своими именами, нам тем не менее использовать сравнительные преимущества и нашей экономики, и Евросоюза, чтобы обеспечивать конкурентоспособные позиции в меняющемся мире. А мир не состоит только из России и ЕС. Мы видим, как развиваются азиатские экономики бурно, мы видим, что происходит на других континентах, что там через 10 лет будет из себя представлять Латинская Америка, а через 20 там, скажем, Африка. Поэтому, чтобы, как говорится, не отстать и сохранить конкурентоспособность, вот здесь я вижу большое поле потенциальной для взаимодействия России и ЕС. С тем, чтобы нам как бы использовать взаимодополняющие элементы в нашем инновационном развитии. Владимир Алексеевич, благодарю вас за подробный интересный коммент. Продолжение следует...